Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Всех рад приветствовать в нашем новом вебинаре, который для нас проводит Александр. Раз в месяц мы встречаемся, обсуждаем рынок, обсуждаем сделки и, как всегда, Александр делится с нами также своим опытом и знаниями. Как всегда, в начале несколько слов с моей стороны. Во-первых, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. Трейдинг, инвестиции, вся эта деятельность сопряжена с рисками. С ними важно разобраться, важно их понять и научиться с ними работать. Мы также этот вопрос в ходе наших вебинаров поднимаем и обсуждаем. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, вебинар проходит от компании Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 21 года, работаем в разных странах, начиная от Латинской Америки и до Азии. Поэтому всегда наши клиенты могут найти максимально интересное приложение для себя. Трейдинг и инвестиции недоступны через классические такие приложения, уже как MetaTrader или мобильное приложение. Также доступна, как я уже сказал, возможность трейдинга с плечом, так и без плеча, формирование своего инвестиционного портфеля. Из последнего, что хотел бы сказать, не так давно, уже чуть больше месяца назад мы запустили возможность покупать в инвестиционный портфель дробные акции. То есть теперь можно купить часть Амазона, часть Тесла, не покупая целую акцию. Такая возможность доступна на инвестиционном счете, на платформе Trader 5 и также в нашем мобильном приложении. Мы всегда уделяем большое внимание обучению, поэтому мы рады, что Александр присоединяется к нам раз в месяц на данный вебинар. И также для наших слушателей я хотел бы поделиться полезными ресурсами. Во-первых, наш YouTube-канал. Те, кто нас смотрит на YouTube-канале, не забудьте поставить лайк. А те, кто еще на него не подписан, как раз хорошая возможность это сделать и подписаться. К тому же там у нас будет проходить конкурс, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра, но про конкурс я расскажу чуть позже. Также у нас есть Telegram-канал, в котором мы оповещаем о всех предстоящих вебинарах. Поэтому, чтобы не пропустить, чтобы получить уведомления, также рекомендую подписаться на Telegram-канал, и мы вас там обязательно об этом оповестим. И также хотел пару слов сказать про сегодняшний план. Мы с Александром делали такое упражнение, назовем это так, на прошлой неделе на английском вебинаре, и хотели бы тоже это сделать. То есть я попросил Александра рассказать про использование индикатора, потому что мы очень много получали таких вопросов от наших слушателей. Шаг за шагом, индикатор за индикатором, будем добавлять его на график, и Александр расскажет, как его использовать, и как использовать его Александр сам. Также мы, как мы всегда, разберем ключевые рынки, посмотрим ключевые инструменты, подведем итоги конкурса, разберем несколько сделок, которые как раз присылались на конкурс, которые закрылись с положительным результатом, которые закрылись с отрицательным результатом, потому что на ошибках учиться нужно. И также разберем несколько бумаг, которые мы смотрели месяц назад, и поговорим о новых тоже бумагах, которые сейчас достаточно, с одной стороны, интересно выглядят на рынке, поэтому также было бы интересно услышать меня и Александра по данным бумагам. Ну и также у нас будет несколько ответов на вопросы, которые мы принимаем на наш YouTube-канал, и в конце я также расскажу про индикаторы Александра, как клиенты Адмирал смогут их получить, и про конкурс. Это все будет уже в конце, после основной части. Вот, с моей стороны, это все. Вот такое вступительное слово про компанию. И также хотел бы передать слово Александру. Всегда с нетерпением ждем этот вебинар. Всегда полезно узнавать новое, слушать рассуждения, ну и каждый вебинар учиться. Александр, передаю слово вам. Спасибо на добром слове, Роман. Спасибо очень. Всегда приятно здесь бывать. Это, собственно, у меня главная возможность по-русски поговорить, потому что жена по-русски знает 20 слов, и дома мы разговариваем друг с другом на иностранном языке. Так что спасибо еще раз за приглашение. А кроме того, всегда интересно, какие вопросы поступают от людей иногда, вопросы, которые заставляют думать, что оказывается всегда очень полезно. Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы я начал с обсуждения индикаторов, да? Да, мы могли бы с этого начать, ведь я также сейчас добавил S&P 500, как мы его обычно смотрим, и S&P или дневной график без индикатора. Лучше вот только дневной график без ничего, в голом виде совершенно, да? Так, сейчас вот должен быть перед вами. Окей. Я продолжаю видеть два. Вот сейчас правильно. Окей. Во-первых, хочу заглянуть на секунду в чат. Очень приятно видеть людей из разных стран, из разных частей русскоговорящего мира. И поскольку я не вижу ни одного знакомого имени на сегодняшний день в этом чате, я не знаю, что вы знаете, чего вы не знаете, поэтому по предложению Романа такое быстрое введение в те индикаторы, которыми я буду пользоваться сегодня и которыми я пользуюсь всегда. Вы знаете, одна из ошибок, особенно начинающих и средних даже трейдеров, у человека возникает мнение, рынок пойдет вверх или рынок пойдет вниз, и он начинает перелистывать индикаторы. А в хорошей программной системе, в той же системе, которую предлагает Адмиралс, там десятки и больше сотни, наверное, даже разных индикаторов. И среди них всегда можно найти что-то, что показывает, что ты прав. Я иногда шучу, говорю человеку, скажи мне, ты бык или медведь, и дай мне три минуты с моей программной системой, она подтвердит, что ты прав. Поэтому надо выбрать небольшое количество индикаторов, я это называю правилом пятерки. В старой трехринейной винтовке можно было зарядить пять патронов, не больше пяти патронов на трейдера. И сейчас я вам покажу патроны, которые я пользуюсь уже много лет. Значит, мы смотрим сейчас как бы на голый график, да, вот только цены, видим и больше ничего. И тут начинается классический анализ. Можно провести линии поддержки, сопротивления, тренды, треугольники, прямоугольники, голова и плечи и так далее, и так далее, и так далее. Но во всем этом есть большая проблема. Я знаю, что когда я начинаю проводить такие линии трендов, у меня начинают дрожать руки. И когда я в бычьем настроении, они дрожат вверх, а когда я в медвежьем настроении, они дрожат вниз. То есть на графике можно нарисовать, грубо говоря, все, что хочешь. Это такой как бы гигантский тест Роршаха, если вы знаете, что это такое, тест в психологии. Человеку показывают абстрактный рисунок и говорят, а опишите, что вы видите. И он начинает описывать, что он видит. Видит, а на самом деле это просто абстрактная фигура, кляксов. И он описывает то, что у него внутри головы, а не на бумаге. Кстати, Роршах был швейцарским психиатром, который женился на русской и жил в Питере, потом умер из эпидемии. Больше 100 лет, полтора-100 лет тому назад. Так вот, единственное, чему я доверяю, в смысле классического технического анализа, это только два момента. Один – это линии поддержки и сопротивления, но только горизонтальные линии. Рынок не знает диагонали. Диагонали слишком субъективны. Вот сейчас, Роман, если вы проведете горизонтальную линию сверху на уровне ноябрьского пика, вот так, ноябрьского пика, вот здесь вот, да? Причем не здесь вот конкретно, где вы ее сделали, а вот еще ниже. Вот так вот. Вот так вот. Я провожу эти линии поддержки и сопротивления не по каким-то экстремальным ценам, а по краешку, где было много активности. То есть здесь получается пролом вверх, потом, значит, этот пролом захлебывается и падает ниже уровня сопротивления ложный пролом. Идем вниз, и у вас уже проведена горизонтальная черта, правильная, внизу. Рынок упал в январе, упал еще ниже в феврале, и на этой линии проведена как бы по февральскому уже донышку. И что рынок сделал в последней, сделал на этой неделе, понедельник, вторник, среда? Он проломил этот уровень поддержки, и сейчас он возвращается выше этого уровня поддержки. То есть уровни поддержки и сопротивления постоянно обмениваются ролями. Вот я смотрю на такие линии. Кроме того, я очень внимательно выискиваю то, что моя московская переводчица, я книжки пишу на английском языке, а в России они переводятся. Я всегда проверяю эти переводы, естественно. Она это назвала хвостами кенгуру. Когда вот имеется такое плотное шитье, плотное вязание цен, и вдруг из этого вязания выскакивает как палец или как хвост кенгуру. А кенгуру, как известно, всегда прыгает от хвоста. Они никогда не в сторону хвоста. Хвост ему мешает назад прыгать. Поэтому вот вы видите, совершенно замечательный был хвост кенгуру в феврале. Он прямо вот выскакивает с рынка. Естественно, когда цены возвращаются обратно от этого хвоста, это показывает, что рынок отвергает эти низкие цены. И как только хвост закрывается, я торгую против хвоста. Но это очень большой хвост, такой красивый хвост бывает не очень часто. Вот если в декабре такого же типа хвост был, цены шли вниз-вниз-вниз, хвост вот здесь, отказались от этого хвоста, и опять-таки совершенно замечательный взлет получился. Но такие большие хвосты бывают довольно редко, но даже маленькие хвостики. Вот в ноябре, вы видите, выше красной линии такой хвостик небольшой был. Вот он левее. Вот в ноябре, это уже позже, это декабрь. Вот здесь один, потом где-то месяц спустя, в декабре опять небольшой хвостик вверх. И, то есть, идем дальше, смотрим, после январского падения цены поднялись, и этот подъем закончился в этой декабре. В январе дальше цены падают, обваливаются очень сильно. И когда обвал заканчивается, хвостом кенгуру, то взлет после этого еще дальше немножко. Вот здесь, пошли вниз, пошли вниз до самого низа. Внизу большой хвост кенгуру, цены разворачиваются, идут вверх, и наверху этого взлета маленький хвост кенгуру. То есть, это показывает, что рынок попробовал туда пойти, а там нет объемов, там нет интереса. И вот когда наступает разворот от такого хвоста, я люблю очень против них торговать. Вот это все. Это все против проклассический анализ, потому что это совершенно чистые линии, которые смотрят вам в лицо. А не какие-то там голова и плечи, которые можно нарисовать как хочешь. Поэтому продолжаем дальше. Можно даже убрать утерение и поддержку сопротивления. И давайте навесим самый первый индикатор, который я всегда навешиваю на каждый график. Без него он мне кажется просто голым. Это пара скользящих средних. Вот даже конверт мы сейчас уберем, потом добавим его обратно, если это можно. Тут его вот пока не убрать. Окей, не важно, без проблем, без проблем. Сейчас мы добавили два элемента к этому графику, которые вы увидите на всех графиках, которые я буду рассматривать сегодня и в любой другой день. Первый элемент – это пара скользящих средних. И от них поступают два важных потока информации от этой парочки. Первое – это каков угол скользящих средних. То есть, когда этот угол, когда они направляются вверх, это показывает, что оптимизм на рынке растет. Когда они отправляются вниз, это показывает, что оптимизм на рынке, пессимизм на рынке увеличивается. А что такое скользящие средние вообще-то? Что стоит за этой арифметикой? Кстати, я только использую экспоненциальные скользящие средние, когда они простые. Что за ними стоит? Каждая точка, которую вы видите на графике цен, это сделка между двумя или больше, чем двумя людьми. То есть, везде, где вы видите черную точку, а из этих черных точек они сливаются в столбики. За каждой точкой стоит сделка или множество сделок. Но это сделка, о которой рынок согласился. То есть, допустим, вы хотите купить Теслу по 700 долларов, а рынок говорит, нет, такой цены нет. Принеси вы 750, тогда купишь. А за 700 мы ее не продаем. Вот так вот. То есть, сделка отражает соглашение покупателей и продавцов. А столбики, значит, отражают эти сделки на протяжении дня или недели или пяти минут в зависимости от того, какой у вас график. А скользящие средние – это как комбинированная съемка. То есть, берутся данные за 10, 20, 30 или больше штрихов, и из них делается скользящая средняя. То есть, скользящая средняя более медленная, чем отдельный штрих. Отдельные штрихи прыгают вверх и вниз. Я вижу вопрос, выскочил, какие параметры. Параметров, так сказать, классических параметров нет. Каждый пользуется своими. В книжке у меня написано, что 13 и 26. Значит, независимо от того, это дни, недели или часы. 13 и 26. Но, естественно, вы свободны изменять эти параметры. Старайтесь держать их примерно в соотношении один к двум. Значит, мы смотрим на скользящие средние. Мы видим у правого края, всегда у правого края, они падают на рынке пессимистическое настроение. Но добавляется второй очень важный поток информации от скользящих средних. Какова дистанция от сегодняшней, последней цены до скользящей средней? И мы замечаем, мы замечаем, если вы позволите вашему взгляду, проследовать за скользящими средними. Вот сейчас от левого края вверх, небольшой спад, потом опять вверх, потом сильный спад начинается. Отсюда идет сильный спад. Затем такая небольшая остановка в пустыне, и еще один спад, и сейчас опять происходит спад. Вот на оконечности всех этих спадов, если вы заметите, расстояние от самой высокой или самой низкой точки до этих скользящих средних, они похожи. То есть, как сказал мне очень давно один мой ученик, цены привязаны к ценности резинкой длиной примерно в километр, сказал он. Я называю зону между двумя скользящими средними зоной ценности. Какова ценность этой акции? Какова ценность этого индекса? Красная линия, быстрая скользящая средняя, дает вам консенсус за короткий период времени. Синяя линия дает вам консенсус за более длинный период времени. Консенсус – это и есть ценность рынка. Так вот, зона между этими двумя скользящими средними – это зона консенсуса от ценности. И цена отходит от ценности настолько, насколько хватает этой резинки, а потом обычно возвращается к ней, что мы видим на сегодняшний день, кстати, у правого края. И для того, чтобы помочь определять длину этой резинки, насколько далеко цена может отойти, прежде чем вернуться, мы накладываем на графике конверт, который вы видите здесь. Параллельно зоне ценности, вверху и внизу проходит вот эта штриховая линия. Эта зона – это конверт функции есть в софте Адмирала. Я всегда думаю, многие из вас, может быть, знают, что я учился в свое время и работал много лет психиатром, преподавал в Колумбийском университете. Я всегда смотрю на рынок как на маниакально-депрессивного пациента. И вы видите, что этот вот товарищ СНП, у него бывают маниакальные эпизоды, когда он выходит за верхнюю границу конверта, а иногда бывают депрессивные эпизоды. Смотрим на правый край, пациента пришлось привязать к кровати, чтобы он не выбросился из окошка. Такая у него была депрессия, прямо риск суицида. Но вот он начинает сегодня возвращаться к норме, пошел обратно в конверт. Вот так вот я рассматриваю рынки. Следующий момент, следующий инструмент, который мы добавим, это индикатор, который называется MACD гистограмма. MACD линии и гистограмма, собственно, и то, и другое. Линии первичные, гистограмма производная, утлиний. Это индикатор, который вы видите внизу графика. Индикатор линий был изобретен очень таким важным человеком, очень крупным аналитиком и управляющим деньгами в Нью-Йорке. Джеральда Пелл его звали, он, к сожалению, умер от старости в прошлом году. Он изобрел вот эти MACD линии, которые являются скользящими средними, таким сложными скользящими средними. человек по имени Тим Слейтер, который изобрел, создал то, чем все мы пользуемся. Вы пользуетесь, Роман пользуется, пользуется, я пользуюсь. Технический анализ с помощью микрокомпьютера. Этого человека зовут Тим Слейтер. Мы все живем на его изобретении. И он придумал, что можно привести вот эти вот, что гистограмма более ярко отражает поведение рынка, чем MACD линии. И на самом деле, вы посмотрите, как рынок, когда он упал в январе, первое падение такое, первое падение медвежьего рынка в январе, посмотрите на глубину MACD гистограммы. Во было силы медведей. Пауза. Второе падение в феврале. Медведь явно слабеет. За этим ралли, подъем, и быки явно сильнее встали, а потом рынок падает опять, и он упал в третий раз, значит, примерно в ту же самую зону. Это то, что происходит сейчас. И хотя сегодняшнее дно более глубокое, чем в феврале, оно не более глубокое, чем в марте. То есть явно, что медведи слабее сегодня, чем они были в январе. И это такая бычья дивергенция. И поэтому в эту неделю я играю только на повышение. У меня нет ни одного шарта, что очень необычное. Я люблю шарты. Но я вижу эту фигуру, бычья дивергенция, особенно между январем и вот сейчас апреля. Добавляем третий индикатор. То есть этот индикатор замеряет силу быков и медведей. Его самый главный сигнал – это дивергенция. Кстати, мы смотрели несколько минут назад на ложный пролом вверх, который произошел в декабре. Я шартил в этот ложный пролом всеми деньгами. А что показывало в то время МСД гистограммы? У левого края, посмотрите на высоту МСД гистограммы в октябре. Вот силами быков падение, перелом спины хребта быка. И под конец опять поднимается гистограмма. Быки толкают ее вверх. Но сравните ее высоту в декабре с высотой в октябре. Такая совершенно четкая в лицо медвежья дивергенция. Поехали вниз. Это третий индикатор, который я очень люблю. Значит, первый – это скользящий средний. Второй – это конверт. Третий – МСД, особенно МСД гистограмма. И сейчас давайте посмотрим на последний индикатор. Из моей повседневной обойны – это индекс силы. Индекс силы связывает… Он уникален тем, что он связывает объемы торгов и цену. Цены и объем торгов. И формула в моей книге, во всех моих книгах я все оставлял, даже во всех книгах. И вы видите, если больше перемен в цене и больше объема, то индекс силы крупнее. И вы видите, очень сильное дно в январе. Вы видите более плоское дно в феврале. И вы видите, что сейчас дно еще более плоское, чем в феврале. И это показывает, что Миша выдыхается. Выдыхается Миша и, значит, приподнимается от пола. Поэтому, когда смотрим этот рынок, я играю на повышение. Как долго оно продлится, это большой вопрос, но в кратеросрочном диапазоне четко на повышение. Вот так вот, Роман. Я надеюсь, я не очень много времени занял, растекаясь в мысли по древу, описывая все эти индикаторы. Но вот это моя основная обоя. Спасибо, Александр. Я тогда возвращаю недельный. И тогда у нас остается дневной таймфрейм. Очень короткий комментарий. Мы смотрим на графики S&P. Естественно, что на одном индикаторе далеко не уедешь. И анализируя только один график, тоже далеко не уедешь. Нужно смотреть на рынки в более объемном варианте. И в частности, я это делаю тем, что я всегда начинаю анализ с долгосрочного графика, а потом перехожу к краткосрочному для уже определения точек входа и выхода. Слева недельный график. Это для стратегии. Справа дневной график. Это для тактики. И что мы видим на недельном графике? S&P упала до своего конверта. Но в то время, как S&P при предыдущем падении, предыдущее падение мочарила конверт в течение четырех недель, то сейчас одну неделю ниже конверта и уже среда только, да, уже вернулась S&P в конверт. Смотрим немножко ниже на график S&P, на график МСД гистограммы, простите, и мы видим, насколько более плоская гистограмма сейчас, чем она была в январе. Смотрим на индекс силы еще немножко ниже, и мы видим этот вот совершенно убийственный спад в январе-феврале, пик вниз, да, и сравните сейчас цены примерно на том же самом уровне, и насколько более плоский индекс силы. Показывает на то, что медведи выдохлись. Медведи выдохлись, и поэтому надо... Переходим к неновому графику с тем, чтобы найти возможность покупки. Видим бычую дивергенцию, видим подъем индекса силы. Единственная проблема у нас здесь, единственная проблема – это то, что импульсная система, которая, вы видите, горизонтально, по центру каждого графика проходит такая полоска разноцветная – красные, синие, зеленые штрихи. Когда они красные, запрещено играть на повышение. То есть для того, чтобы это дело перестало быть красным, стало синим, МСД гистограмма должна немножко подняться вверх. Для начинающих это совершенно железное обязательное правило для более опытного трейдера, который умеет контролировать риск. Когда очень яркая техническая картина, то я не жду импульсной системы. Скажем так, я ее жду в 95% случаев. Но сейчас один из тех редких случаев, когда... Ладно, поехали. Потому что очень хорошие индикаторы. И рынок, похоже, достиг какого-то экстрема здесь. Вот так вот про S&P. Давайте, наверное, обычно вы любите на DAX посмотреть после S&P. Открываю DAX. Технический анализ – это универсальный язык рынка. Вам нужно быть специалистом, чтобы найти хвост кенгуру на недельном графике DAX. Прыгает с графика и хватает вас за лицо на недельном графике. На дневном графике технически более сложная картина, чем на графике США. Я думаю, это связано с тем, что все-таки Германия находится рядом с войной и создается гораздо большая атмосфера неопределенности и тревожности. Но, тем не менее, мы видим, как на этой неделе DAX коснулся своего конверта, оттолкнулся от него, оттолкнулся от стенки и вернулся обратно в конверт. Импульсная система синяя разрешается покупать на дневном графике. Цены даже не достигли нижнего конверта. Как будто МСД и Инстаграма тикнет вверх, то цвет импульсных систем меняется, и можно будет покупать. То есть рынок нащупывает дно на немецком рынке. Чуть-чуть медленнее, чем на немецком рынке. Спасибо. Добавляю евро-доллар. Евро к доллару. Ужас. Просто есть люди, которые любят торговать по трендам. Есть люди, которые предпочитают торговать по разворотам. Я отношусь к этой категории. Я люблю разворот ловить. Каждый раз, когда смотрю на евро, я все думаю, так, 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 еще немножко. Но немножко не происходит. Вместо этого она брушивается еще ниже. И люди, которые коротят его по тренду, выигрывают деньги у тех, кто ожидает взлета. Но я не покупал ее. Я жду, жду, жду. Но евро не оправдывает моих ожиданий. Это связано с фундаментальной ситуацией. Тренд явно вниз. Единственное, что мы... То есть, главное, что я хочу сказать про этот график. Тренд вниз. Второе. У меня есть несколько жестких правил. И одно из них. Никогда не продавать на понижение ниже нижнего конверта. И никогда не покупать выше верхнего конверта. Здесь мы смотрим и видим, что евро ниже конверта на недельном и на дневном графике. Хотите покупать? Я боюсь. Я боюсь. Но коротить тоже, шорти тоже нельзя, потому что цену упали ниже конверта. Остается только смотреть и удивляться. Золото? Золото – очень интересная ситуация. Мы поймали, собственно, этот бычий рынок с золотом. Очень давно, еще летом прошлого года, когда он был на недельном графике, в самом центре. Смотрите на это. Совершенно невероятный хвост кенгуру. Месяц спустя, где это донышко было протестировано. И все, цены взвелись после этого. После того, что цена золота превзошла 2000 долларов за унцию. На рынке началась коррекция. И очень похоже, что мы сейчас видим начало-конца этой коррекции. Недельный график упал чуть-чуть ниже зоны ценности. Теперь смотрим на дневной график. И здесь мы видим, что цены замедлились. Они замедлились, кстати, на уровне поддержки. Эта линия лучше видна на недельном графике. На уровне, проведенном через предыдущие пики. Достигли уровня поддержки. И индекс силы гораздо более плоский, чем он был на предыдущем донышке. На месте дегистограмма. Вот-вот выдаст нам поворот кверху. То есть бежать и покупать в данный момент еще рано. Но золото четко приближается в зону покупки. Приближается, пришло в зону, где оно должно построить какое-то донышко, из которого начнется новый взлет, новая ралли. Спасибо, Александр. И тогда нефть марки Brent. Нефть взлетела очень сильно в феврале в ответ на геополитические события. Но в примере того, как ситуация стала устаканиваться, доставки нефти улучшились все. И цены на нефть, паника подошла к концу. И цены на нефть упали обратно в зону ценности. Нормальная зона остановки. На дневном графике нефть нарисовала тройное дно. Но я не сильно доверяю, что это будет последнее дно, потому что, когда я смотрю на МСД-гистограмму, я вижу, что донышки стали более плоскими. Но почти полное отсутствие пиков. То есть я всегда хочу увидеть сильные подъемы выше нулевой линии. Это показало бы, что быки уже на готове. А здесь этого сейчас нет. Поэтому нефть вполне может упасть. Кстати, последний аукцион нефти провалился. Российская нефть провалился. Покупателей становится все меньше. Люди находят другие возможности. И такая паника с нефтью ослабит. Спасибо, Александр. Мы, как всегда, разобрали ключевые рынки, ключевые инструменты, которые мы всегда разбираем в начале. Но в этот раз немножко не в начале. Это, как говорили про индикаторы. И сейчас как раз у нас часть, то, чтобы мы посмотрели, какие бумаги к нам прислали на конкурс. Сейчас я покажу как раз всех участников, кто оставил свои идеи на нашем YouTube-канале под последним видео. Собственно, здесь, наверное, чтобы я хотел резюмировать, то, что заметил, пока я эти данные добавлял. Очень были лонги, были шорты. То есть лонги практически ни у кого. Рынок падал практически весь месяц. Поэтому падали многие бумаги. И это не дало достичь Take Profit от тех результатов, которых хотелось. Поэтому здесь наибольшая часть, особенно Take Profit, сработали только по тем позициям, которые были в шорт. В этот раз победила бумага стикером MTSG. Собственно, прибыль составила порядка 18%. Я напишу обязательно участникам на YouTube-канале, кто предлагал эту идею. Также у нас в списке финалистов Анна Викторовна. Она смотрит нас постоянно, уже не раз побеждала. Поэтому за ее идеями стоит следить. Уже, по-моему, 4 или 5 раз эти позиции достаточно себя хорошо показывали. Ну и также вот несколько других позиций, которые были по шортам. По Tesla и по бумаге стикером CF. И как раз вот здесь с победителями мы обязательно свяжемся. В конце я расскажу про сам конкурс. Сейчас я хотел бы как раз показать те сделки, которые были предложены. Сейчас я отдельно их выведу на экран. И попросить Александра порассуждать на предмет этой сделки. Вот сейчас здесь бумага, которая как раз победила. Здесь на недельном графике вход в шорт. И вот здесь, соответственно, вход в шорт на дневном. И здесь выход. Прекрасно. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Это Анна Викторовна эта сделка? Нет, это другой участник. Другой участник. Вы знаете, кстати, что эта компания продает? Нет? Нет, не успел посмотреть. Это служба знакомств. Match.com. Да, да, да. Все, я понял. У меня друг есть хороший. Я думаю, что один из главных поддерживателей этой системы. Мы это с ним на машине проехали от Калифорнии до Восточного побережья. И когда яговал машину, он обычно сидел рядом и игрался по всем проезжающим городам в этот мяч. Ну, типа, человек, который заходит в магазин, но ничего не покупает. Занятно. Сделка техническая очень хорошо проведена. Смотрим на недельный график сначала. Цены обваливаются, но в каждом балле бывает пауза. И трейдер, который предложил эту сделку, очень аккуратно выждал, чтобы ралли, такая коррекционная ралли против медведя, вошла в зону ценности. Это типичная мишень для ралли в падающем рынке. Надо иметь терпение, естественно, чтобы не заскочить слишком рано. То есть на недельном графике восход был очень хорошим. Заметьте, что импульсная система была синий в то время. Значит, когда она синяя, можно покупать и продавать, как захочешь. Переходим на дневной график. На дневном графике, опять-таки, вот эта точка входа, ложный пролом вверх, то, что я это очень люблю. Ложный пролом вверх и, опять-таки, импульсная система синяя. То есть можно делать все, что хочешь. Потом она стала красной. А прибыль снята, опять-таки, очень по-умному, когда рынки коснулись нижнего конверта. То есть, естественно, глядя назад, нужно, о, можно было еще подержать, еще больше сделать денег. Да, можно, но это знаешь только после того, как сделка закрыта. А когда она открыта, ты этого не знаешь. Пойдет она ниже или развернется. Но выход был сделан очень по-умному. Когда цена касается нижнего конверта, все, как бы уже шоу закончилось. Все лучшее позади. Снимаем и уходим. Очень хорошая сделка. Поздравляю. Спасибо, Александр. И вот как раз две еще сделки, потому что по прибыли сделкам тоже хорошо говорить. Но вот стараюсь взять две, которые принесли как раз убыток. И на что стоило обратить внимание в момент открытия этой сделки. Здесь бумага с тикером MSTR. Вот так же. Это был long. Соответственно, вот здесь вход вверх на недельном. А здесь вход на дневном. Я сегодня пытался, хотел сделать сделку по этой акции. Она очень лихая, дорогая акция. Она стоит, здесь на этом графике, это слабые, но она стоит около 400 долларов. И я ее старался купить, но не получил цены, которую хотел. Поэтому будем играть в другую игру. Акция, компьютерная акция, естественно. Идея купить ее, конечно, в принципе, хороша, но место покупок было выбрано неудачно. То есть мы видим на недельном графике сначала слева, как цена растет, 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 доходит до зоны ценности и разворачивается. И тут человек покупает. Привет. Все, уже акция была сколько-то месяцев назад, полтора-два месяца назад была дешевой, а сейчас она больше не дешевая. Вот о чем говорит этот график. То есть вот этот взлет от экстрима какого-то до зоны ценности уже произошел. А вы рассчитываете, что он еще и дальше пойдет? Ну, может быть, может быть. А может быть и нет. Потому что предыдущий взлет, это просто как вот резинку оттянули и отпустили. И она прыгает обратно к зоне ценности. А тут уже, а тут человек покупает просто по надежде. Слабая причина покупать. Смотрим на дневной график. На недельном графике акция падает. И на дневном она падает. И тут наш участник покупает ее. Я бы назвал такую покупку «Ловить падающий нож». Нож падает, и человек хочет его схватить, пока он летит по воздуху. Обычно, когда такое делаешь, что окровавливаешь себя руку, потому что хватаешь нож в неправильном месте. Как это и произошло здесь? Неудачно. Надо иметь терпение. Очень тяжело, особенно мужикам. Очень тяжело, потому что нас учат с детства. Чего ты стоишь? Не стой уже, сделай чего-нибудь. А на рынках нужно стоять и ждать. И у нас, как у частных трейдеров, есть одно, 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 только одно преимущество перед корпоративными трейдерами. У них есть поддержка серьезная и финансы, которых у нас нет. Они торгуют деньгами компанией, поэтому это гораздо спокойнее, чем торговать на свои. И у них много преимуществ. Но у нас есть одно огромное преимущество, и большинство из нас его выбрасывает. Это преимущество – свобода. Корпоративный трейдер обязан торговать, несмотря ни на что. У него есть письменный стол, стоят терминалы, и он должен быть в рынке все время. А у нас – как хочешь. Хочешь – торгуешь. А если ситуация тебе не подходит – не торгуешь. Но тем не менее люди, которые имеют эту свободу, вот мы, частные трейдеры, выбрасывают ее, потому что руки начинают чесаться и торгуют в неудачном месте. Сделка и на недельном графике, и на дневном находилась в зоне ценности. То есть график говорит, эта акция правильно оценена. Так если она правильно оценена, то зачем ее покупать или продавать? Все, у нас уже перед нами правильная цена. Покупать надо, когда акция недооценена, а продавать, когда она переоценена, как это было с предыдущей акцией. Вот так вот. Как мне сказал один друг много лет тому назад, у меня чесались руки, что-то собирался торговать. Уже не помню, конечно, что это было. Он говорит, Алекс, ну-ка, приподними задницу от стула и подсунь правую руку. Я говорю, подними ее опять и подсунь левую руку. И теперь сядь и хорошо сиди. Так вот, сиди на своих руках, чтобы на клавиатуру их не класть. Так, о, худ, умирающая акция. Кто-то купил ее, да? Ну, это же надо. Есть акции, которые медленно, медленно, наверное, умирают. И со временем, возможно, какая-то большая компания купит их по какой-то более-менее цене. Роман, если вы недельную акцию, можно ее немножко уплотнить, чтобы увидеть самую высокую цену? Хотя мы уже близко к ней. Нет? Акция вышла в декабре 2021 года или раньше? Там просто картинка сейчас, я посмотрю. Может быть, так оно и было. Вы знаете, что это за акция, да? Худ, нет? Да, конечно. Это компания стала безумно популярной в Штатах во время пандемии, потому что все эти люди, которым не надо было ходить на работу и которые получали богатые дотации от правительства, многие из них положили эти дотации в рынок, в акции этой компании Robinhood, потому что там уже было торговать без комиссионных, вообще без ничего и с копеечными депозитами. И компания стала невероятно популярной. Они выпустили свои акции на рынок где-то около… Август 2021 года и максимум, то, что вы меня спрашивали, был 85. 85 долларов, да, 85. А на сегодняшний день она стоит 9 долларов и, собственно, центов. 9 долларов – это меньше, чем 85, по-моему, без калькулятора, да? То есть с августа прошлого года, значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. За 7,5-8 месяцев акция потеряла 89% стоимости и ценности. Не надо покупать такие акции, господа, не надо. Если их и покупать, то только после того, как они полежали на дне, полежали, хорошо полежали, долго, и начали подниматься. Но когда акция падает от 80 с чем-то долларов ниже 10, это признак того, что у этой компании какие-то совершенно жуткие проблемы. и не надо покупать такие, покупайте обещающие акции, а не гибнущие, какой является ход. Спасибо, Александр. Вот мы посмотрели как раз три бумаги, и вот сейчас я вернулся обратно в терминал, и можем посмотреть как раз вот, ну, наверное, одну бумагу, чтобы нам успеть по времени все. С прошлой недели. На прошлой неделе мы обсуждали, в прошлом месяце мы обсуждали Amazon. То есть как раз он был где-то примерно в этой области. Как раз говорили про то, что покупать рановато, да, вот он скорректировался, и вот сейчас находится здесь. Выглядит очень даже неплохо. У меня такой двойной подход к рынку в настоящее время. С одной стороны, Америка находится в медвежьем рынке, начиная с декабря. И главным фундаментальным фактором, который этот рынок ведет вниз, является то, что в стране наблюдается инфляция. Самая высокая инфляция чуть ли не за 40 лет. И глава Федеральной резервной системы сказал, что он сделает все, чтобы эту инфляцию вернуть в русло. Инфляция больше 2% годовых ему неприемлема. И он собирается бороться с этой инфляцией рядом мер. Две основные меры – это подъем учетного процента. И вторая мера. Во время пандемии Федеральный резерв закатал огромное количество денег в экономику. А сейчас они включили пылесос в другую сторону, и они эти деньги начинают высасывать обратно. Поэтому стало гораздо труднее получить заем. Увеличились проценты и продолжают увеличиваться буквально каждую неделю проценты на ипотеку. В России это может показаться очень хорошим процентом, но американцев это коробит. В начале года можно было взять ипотеку на 25 лет под 3%, а сейчас в апреле, пожалуйста, 5%. То есть почти вдвое выше процент. И конца этому не видно. Рынок упал так сильно на эти недели, потому что Пауэлл, глава Федеральной резервной системы, выступая, сказал, что в мае собираются повысить учетный процент на полпроцента. А в принципе они собираются провести в 6 увеличений в этом году. Пока что было только одно. Так что деньги – это кровь экономики. Если деньги становятся более дорогими, труднее из получения взаймы, то это ослабляет экономическую активность и в частности это ослабляет биржу. Поэтому в декабре был пик, и я считаю, что мы еще не вышли из медвежьего рынка. Но в краткосрочном диапазоне мы видим тройное дно в Амазоне на недельном графике. И мы видим рынок, который сидит на поддержке на дневном. Особых технических фигур здесь не видно, но вот такое тройное дно – это достаточно сильная фигура, чтобы удержать ее на подпадении. Так что я бы сказал, что я нейтрален по отношению к Амазону. Если бы кто-то направил на меня пистолет и сказал, ты обязан торговать Амазон, вот тебе 10 тысяч покупай или продавай. Я бы купил их. Но без такого принуждения просто стою в сторонке. Спасибо, Александр. Это как раз резюмируя с прошлого вебинара. Мы смотрели, мы были здесь. Как раз ситуация, когда нужно дожидаться более приемлемых цен. Если хочется купить эту акцию, то как раз подобная приемлемая цена более-менее образовалась спустя месяц. Опять же, важные другие факторы тоже учать приходят. Спасибо, Александр. И вот тогда можем посмотреть те бумаги, которые волнуют, я думаю, что многих последние пару недель. Вот одна из них Netflix. Компания, вот это вот жесточайшее падение. Во-первых, компания котировалась около 700 долларов. И один из основных журналов в Штатах, я не помню, что это журнал был, не помню, выпустили, их на обложке была компания Netflix, сказано, это лучшая акция в мире. Это было где-то год тому назад. В августе прошлого года Netflix достиг 700 долларов и начал потихоньку утонуть. Потерял примерно половину этих денег. И в один не очень прекрасный день на прошлой неделе акция закрылась ночью по где-то 340 долларов, а открылась на следующее утро на 100 долларов меньше. И сейчас она продолжает падать. Сейчас котируется по 180-190 долларов. Что произошло? Компания Netflix начала с того, что они... Была другая компания, блокбастер, они ее выбили вообще с рынка, они стали отправлять по почте DVD в аренду. Потом, когда появилось... Когда интернет улучшился, они стали продавать сначала отдельные фильмы, а потом ежемесячную подписку. И то, значит, две проблемы. Что, во-первых, рост подписок замедлился отчасти из-за... в очень небольшой части из-за войны, потому что они отрезали Россию от своего рынка. Но они по всей Европе потеряли подписчиков, потеряли 700 тысяч подписчиков. Впервые за 10 лет компания потеряла подписчиков. Кроме того, тяжелейшая проблема для компании в штатах. Люди делятся паролем, чтобы войти в систему и смотреть кино. А компания это абсолютно игнорировала. Они считают, а как, бесплатная реклама. Ну, хорошо. И в результате того, что уменьшилось количество подписчиков, компания признала огромную проблему с жульническими клиентами. Цифры... У 100 миллионов человек есть пароли, неоплаченные пароли в Netflix. И компания получила спать по зубам. Не сомневаюсь, что они выправятся из этого. Но покупать еще рано, а коротить уже поздно. Вот так вот. Еще одна бумага, которая тоже на слуху. Ну, скорее всего, здесь просто... Это Twitter. Все мы уже слышали, что Илон Маск ее купил. И, вероятно, бумага станет частной. То есть, ведет с биржи. Вот, может быть, если бы... Ну, я думаю, что такие примеры были. Что в этом случае делать, допустим, если мы возьмем инвестора, кто сейчас держит эту бумагу? Я последние несколько недель коротел Twitter. На данный момент у меня позиции нет. Я закрылся на прошлой неделе, до последнего взлета. Я бы постарался выйти из нее чем скорее, тем лучше. Потому что Илон Маск сказал с самого начала, цена, которую он предложил, это его лучшая последняя цена. Торга не будет. Хотите, не хотите. Хотите, берите. Не хотите, будем судиться. Ну, вот так вот. Так что улучшение не предвидится. Я бы сейчас, конечно, брал прибыль по этой штуке. Есть на Уолл-стрите есть такая поговорка «Покупай слухи, продавай новости». То есть все, новости уже есть. Компания куплена. Я очень рад, что Маск ее покупает, потому что Twitter, конечно, они такую цензу закатили. Они считают себя выше всех. А он у них не ведет порядок. Так что… Спасибо. Еще одна бумага, которая в отличие от всех, наверное, которые мы рассматривали, показала рост в последние несколько недель. Это компания «Вейст менеджмент». Вау. У них не было… Сейчас я проверю. Не было ли извещения о доходах. Когда я начинаю… Я давно не торговал этой акцией уже, но каждый раз, когда я начинаю торговать, когда я собираюсь, раздумываю о сделке в какой-то конкретной акции, я всегда начинаю с того, что я проверяю, когда у них будет опубликовано сообщение об их доходах. Не потому, что я так разбираюсь в этом сильно, а потому, что очень многие люди покупают хорошие отчеты и продают плохие. Поэтому, купив акцию, которая предстоит делать объявление о доходах, вы подвергаетесь совершенно серьезному риску того, что доклад окажется или очень хорошим, или неожиданно хорошим, или неожиданно плохим. Если неожиданно хорошим, вы выявили в литерею. Если неожиданно плохим, то можно потерять большую долю своего счета. Вот как раз вчера перед открытием рынка были, да, отчеты о доходах. Я смотрю на эту акцию, и у меня возникает мысль, записываю для себя. Я люблю… Есть люди, которые любят торговать по трендам. Тренд идет вверх, покупаем и держим. Я люблю торговать по разворотам. И если эта акция превзойдет, глядя на недельный, слева на недельный график, если эта акция превзойдет в свой прошлогодний пик, то, вернувшись направо, в дневной, появится очень интересная возможность, если она вернется ниже уровня прошлогоднего пика. Это создать фигуру, которую я называю ложным прорывом. Возникнет медвежья дивергенция. И при том, что быков сейчас всегда набегает невероятное количество, возникнет возможность ее закоротить. То есть, это не сегодня, да, и не завтра. Цена… Сейчас она… Сейчас акции торгуются на рекордной высоте. Если они вернутся ниже мартовского пика, то вот тут, возможно, мы получим этот сигнал. Записываю себе, чтобы не забыть. Александр, 3-4 минуты у вас еще есть. Я хотел бы посмотреть еще Теслу. И там вот один вопрос, который у нас был под видео на YouTube-канале. В понедельник я закоротил Теслу, а вчера ее по самому низу закрыл. Почему? Значит, во-первых, смотрим недельный график. Кто-нибудь видит хвост кенгуру на этом графике? Вот так вот. был хвост кенгуру в марте. Посмотрите на МСД гистограмму, которая показывает вам ее высоту, силу быков в сентябре и силу быков в настоящей ситуации. Очень сильная дивергенция. Переходим к дневному графику. И в пятницу был очередной хвост кенгуру на дневном графике. Вверх, вот так вот. в пятницу. Это вот хвост кенгуру. Вот он, вот он, товарищ. И весь уикенд я на него любовался и первым делом в понедельник я эту акцию сыграл на понижение. Потому что против хвоста кенгуру. Я не ожидал, что акция так резко упадет. Мне это было очень приятно. Собственно, я сделал за один день 80% планируемой прибыли и снял ее, конечно. Отчего это произошло, я узнал только из прессы. Оказывается, то, что Илон Маск приобретает твиттер, создаст ему, скорее всего, проблемы с Китаем. Его китайская фабрика очень важный компонент его автомобильной империи. Китай может прижать любого, как захочет. И они это делают постоянно. И то, что кто-нибудь сейчас напишет на твиттере, что злобные агрессоры в Китае точат зубы на независимый Тайвань, и они потребуют это дело снять с твиттера, убрать. Маск откажется, скорее всего. Вот тут, значит, они найдут, что у него пожарная безопасность хромает на фабрике. Вы знаете, как система работает во многих странах. Так что эта покупка твиттера отлила слезами немножко на акции компании. Но когда ты самый богатый человек в мире, миллиардом больше, миллиардом меньше, 20 миллиардов больше, 20 меньше, это уже не играет такую роль. Для нас миллиард сыграл бы, даже кусочек миллиарда сыграл бы очень большую роль. Для него нет. так что желаю успеха Илону Маску. Спасибо, Александр. Вот все по основным инструментам мы разобрали, то, что планировали. Спасибо большое. И вот, наверное, тот вопрос, который... Вы прислали, да? Пишет один из наших участников. При выполнении домашней работы на выходных стоит ли просматривать импульсивную систему недельных графиков отраслевых индексов, чтобы определить на чью сторону встать на предстоящую неделю дуков или медведей. То есть, если в этом практическая значимость, если тренд за неделю, мы определим по анализу графика СНТ. Вы знаете, прошу прощения, я знала, собака пришла меня мистить в офис, а тут какие-то люди имели нагло пройтись по улице мимо нашего дома. По улице пройтись, не рядом словом. Собака считает, что улица принадлежит ей, и когда она видит кого-то, кто нарушает это правило, она обещает разорвать. И уже нас с нею сейчас там борется. Так вот, хорошо, на рынке один и тот же рынок очень стоит изучать с разных сторон. С разных сторон, потому что это вам покажет нюансы, которые вы, скорее всего, пропустите, если вы пользуетесь только одним индикатором. То есть, чем шире ваш подход, тем больше у вас возможностей уловить нюансы на бирже. Поэтому, если у вас есть доступ к данным о секторах, индустриальных группах, из которых состоит индекс СНП, этим очень стоит пользоваться. Вы знаете, если вы не выражаете, Роман, я покажу один пример, который очень помог мне вчера. Вот именно рассмотры нюансов показывает то, что рассмотр индексов ясно так не покажет. Хорошо, да, конечно, сейчас я остановлю демонстрацию. Я нажимаю тогда как у меня так, 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 share screen. Так, одну секунду. Упс, share screen. Едем дальше. Так, 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 где-то, 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 вот СНП. Значит, у меня есть индикатор, которым я пользуюсь каждый день. Это индекс новых высот, новых низов. Сейчас он выйдет, вы видите, слева недельный график, справа дневной. И мы видим, что на недельном графике как бы намечается какая-то дивергенция, донышки становятся все более плоскими. На дневном графике ничего особенного, ничего особенного нет. Но есть еще один индекс новых высот, новых низов, который связывает объем с объемом акций, достигших новых высот и новых низов с их ценами. И вот я достаю этот индикатор и смотрю на правый край, красная линия отслеживает донышки на рынках. И я смотрю на это и говорю, ну все ясно. Начинаем вот здесь, это был сентябрь. Такой рекордный пик новых низов. Через неделю повторный пик более плоский и начинается замечательное ралли. следующий высокий такой пик произошел в январе. Через несколько дней более плоский пик и ралли. В феврале очередной высокий пик, через неделю где-то более низкий пик и ралли. И в понедельник очень высокий пик. И я смотрю на это и говорю, так, значит, скорее всего сейчас рынок будет мылиться несколько дней, может быть неделю, а потом начнется очередное ралли, серьезное ралли. И поэтому когда с таким подходом увидев сигналы, что какие-то акции близки к своему донышку, я стал их покупать, не дожидаясь того, чтобы S&P развернулась вверх. То есть пользование такими необычными индикаторами, индикаторами, которые немножко в стороне стоят от мейнстрима может быть очень полезно. Поэтому не старайтесь сэкономить время на анализе. Чем больше вы рассматриваете, чем глубже вы анализируете, тем больше вы увидите. Спасибо большое, Александр. Как всегда, были рады видеть вас на вебинаре. Спасибо большое за ваши мысли, рассуждения, наставления. Просуммировать то, что я сказал, я считаю, что рынку предстоит ралли где-то на протяжении этого месяца, до конца этого месяца, наверное. А дальше будем смотреть, потому что медвежный рынок еще не отменен. Так что в краткосрочном диапазоне рынок нацелен на протяжении. Отлично. Спасибо большое. Все хорошего и до встречи уже в следующем месяце в Таллине. Ну, да, мы с вами увидимся и 31 мая встретимся еще на вебинаре, когда вы уже из Талина уедете. Депортирован. Приходит человек в лавку и говорит, это французский сыр, который вы мне вчера продали. Хозяин говорит, а что насчет сыра? Этот сыр, говорит, он был импортирован или депортирован? Всего доброго, Александр. Для участников также хотел сказать как раз то, что я обещал. В конце рассказать про индикаторы и про конкурс. Начну с индикатор. Вот то, как вы видели сейчас, как мы смотрели вместе с Александром на платформе Трейдер 5, которая доступна для наших клиентов, вы имеете возможность установить эти индикаторы и использовать точно такой же подход. Как мы с вами разбирали, допустим, те сделки, которые присылались на конкурс, везде можно найти как раз закономерные паттерны, когда эти сделки или можно было избежать, или дождаться более оптимальной цены. Тем более, если вы только начинаете свой путь в трейдинге, или хотите его улучшить, то вы можете дополнительно использовать или все, или частично индикаторы Александра, и мы сделали их доступными бесплатно для наших клиентов, у которых есть баланс более 200 евро на реальном счете. Для того, чтобы запросить набор индикаторов, необходимо отправить письмо на почту elder.disc.sobaka.admiralmarkets.com для тех, кто смотрит сейчас нас вебинар онлайн, я напишу в чат, да, почту вы сможете скопировать и использовать. Для тех, кто смотрит нас в записи, в описании к видео почта есть, пишите нам туда, мы вас сориентируем, как открыть счет, если у вас он не открыт, ну и, собственно, отправим вам индикаторы, шаблоны и видеоинструкцию по установке, которую вы сможете использовать. И теперь про конкурс. Как мы вот в середине этого видео подводили итоги, да, у нас раз в месяц проходит такой джентльменский конкурс, где мы разыгрываем книгу с автографом Александра, раз в месяц выбираем победителя. Собственно, конкурс состоит в том, что нам участники, да, слушатели вебинаров, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, предлагают свои идеи. Можно пользоваться системой Александра, можно пользоваться своими системами, но идея в том, чтобы предложить сделку, которая сработает в течение промежутка времени от вебинара к вебинару. Сегодня у нас 27 апреля, следующий вебинар у нас будет 31 мая, то есть вот как раз чтобы сделка сработала в этом диапазоне. Соответственно, преимущество отдается тем, чья сделка закрывается по take profit, если таких несколько, то мы смотрим просто в процентном соотношении, какое расстояние актив прошел больше, да, и вот как сегодня я показывал победителя, то есть были акции, которые прибыль была там 18%, где-то 9%, где-то 7%, то есть она закрылась прибылью, и мы призываем всех участвовать также в этом конкурсе. Понятно, что здесь самым главным результатом для вас будут ваши положительные сделки на реальном счете, но и также хорошая возможность получить книгу с автографом Александра. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на YouTube-канал Admirals. Сейчас также для тех, кто смотрит нас на вебинаре, прикладываю ссылку на YouTube-канал, там вы сможете найти запись видео и вот принять как раз участие в конкурсе. Завтра мы добавим это видео на канал и можно будет принять участие в конкурсе. Поставить лайк под видео и в комментариях предложить сделку по одному активу, которую торгуются в Admirals. То есть это может быть акция, это может быть валюта, может быть индексы, может быть биткоин, все, что для вас было бы интересно. Преимущественно мы получаем предложение как раз по акциям, преимущественно по американскому рынку, но актив может быть любой, главное, чтобы он торговался в Admirals. Но у нас торгуются более 8000 инструментов, практически всегда самые ликвидные инструменты можно найти. В комментарии нужно указать цену входа, по которой вы планируете сделку, стоп-лосс и тейк-профит, и отметить дату поста, когда вы его пишете. То есть когда вы сделали этот пост, то сделка может открыться через день, через два, через три, это вполне нормально, может в этот же день открыться, но мы, скажем так, на графике смотрим дату вашего поста и начинаем от нее, смотрим, что сработала ли сделка, закрылась ли сделка по тейк-профиту или по стоп-лоссу. И, соответственно, выбираем победителя, как я уже сказал, простым методом, если сделка закрылась по тейк-профиту и больше прибыль в процентном соотношении, тот, соответственно, и будет победителем. И важный момент, ну, во-первых, сделка лучше, чтобы сделка сработала в период от вебинара к вебинару, то есть в данном случае с 28 апреля по 31 мая, поэтому ваше предложение можно писать сразу же и 28 апреля, и 29, то есть как можно раньше, потому что, как показывает практика, те сделки, которые писали или в начале месяца, или в середине месяца, то по ним как раз больше вероятность сработать тейк-профиту. И важный момент, комментарий нельзя редактировать, то есть если там будет отображена кнопочка, что он отредактирован, то такие сделки мы не берем в расчет, и они участвуют в конкурсе, не будут, и предлагается только один, соответственно, инструмент, от одного участника, один инструмент, но от разных участников один инструмент тоже может повторяться, в этом ничего страшного, в любом случае точки для входа будут другие. Спасибо большое, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели нас на YouTube-канале, те, кто смотрит нас в записи, не забудьте поставить лайк, а с теми, кто смотрит наши вебинары, приходит на вебинары, увидимся с вами через месяц, 31 мая, и посмотрим, как поменялись рынки, какие будут новые интересные моменты, и, как всегда, платформы пообщаемся с Александром. Всем спасибо большое, всем желаю хорошего вечера и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok